И тут же держат кадр, и ты сидишь и... Что? Что? И вот так весь фильм. Всем привет, ребята. Ну что, поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Желаю вам счастья, здоровья, в общем, всего-всего. И знаете, Новый Год подразумевает что? Что нужно делать что-то новое. За собой я заметил, что, в принципе, я как-то игнорировал украинские фильмы. Но в этом году я решил разобраться с этой проблемой. И, собственно, сейчас в новогодние праздники вышло два крупных украинских фильма. Это «Я», «Ты», «Он» и «Она» и «Одиннадцать детей из Моршина». Их активно пиарили по телеку, по интернету. Собственно, я на них сходил, посмотрел и готов поделиться с вами своим мнением. Так что, поехали! С Cup, Cherbahно! Я просто еду в Моршин. Почти так! Не говорю. Все,iale, саду. Сашка теперь в пиару посадит. А чом semic meny страшно. Так, девушки, послушайте, у нас тут не баден-баден, а Моршин-Моршин. И, чтоб больше нижних выправданий. Сомаш 000! Сомашmia! Я, ни до чего, я ничего не работаю! Ты не делал, сестра твоя не делала. Я думаю, стоит начать с хорошего. И в этом выпуске хорошим выступает фильм «Я, ты, он и она» от студии 95-й квартал. И что тут сказать? Это простая, обычная романтическая комедия, которая работает. Она не перегромождена какими-то сложными сюжетными линиями. Она простая, всем понятная, и это хорошо. По сюжету семейная пара, которую играют Владимир Зеленский и Анастасия Короткая, прожили вместе 10 лет, их все достало, и они решили, что пора разводиться. И вот, собственно, они приходят это делать, и судья им говорит, что она все им оформит, все им устроит. Через месяц, если они выполняют некоторые условия. Но они, что ж, берутся выполнять эти условия, и в процессе решения этих задач они попадают в гущу событий, которые, так сказать, заставят их переосмыслить свое мнение касательно их отношений, переосмыслить свои поступки, свои действия, и, возможно, даже поменять свое решение и, собственно, спасти свой брак. Вот такая вот сюжетная линия, как я сказал, она простая, звезд с неба не хватает, не приносит ничего в жандр, но она работает, она работает, тебе интересно за всем этим смотреть, за всем этим наблюдать. Также, помимо Владимира Зеленского и Анастасии Короткой, в фильме играют и другие актеры, такие как Евгений Кашевой и Надя Дорофеева, они тоже на главных ролях. Ну, а второстепенные и эпизодические роли достались украинским знаменитостям, таким как Ольга Сумская, Сергей Бабкин, ну и, конечно же, засветились все участники квартала 95. И отдельно хотелось бы отметить дуэт Владимира Зеленского и Анастасии Короткой. Они получились какими-то живыми, органичными, естественными, мне они очень понравились, очень понравилась их игра, их вот эти диалоги, перепалки друг между другом. В общем, за ними было интересно смотреть, ты им верил, они были настоящими, и тебе реально было интересно, чем же закончится их ссора, чем же закончится весь этот фильм, к чему же все это в итоге придет. И это тоже классно, и вот эти вот их перепалки, ссоры, диалоги, из них выплывали какие-то комические ситуации, которые доводили до смеха. И, в общем, юмор в фильме действительно хороший. Я несколько раз смеялся, хотя я не люблю романтические комедии, но мне несколько раз было действительно смешно. Я вначале, конечно, переживал, что все это сольется в какую-то пошлость, потому что многие романтические комедии современные вот именно считают, что нужно завоевывать зрителя пошлыми шутками. Здесь же такого не было. Юмор понятный, простой, забавный, смешной, к нему никаких нареканий нет. Несколько раз я посмеялся, а это хорошо. Также стоит отметить качественную съемку, локации интересные, цветокор хороший, картинка киношная. Ну, это логично, мы смотрим ее в кино, но, знаете, к ней вообще никаких замечаний нет. Мы в фильме посмотрим и на Киев, и на Львов. Это очень классно, хорошо, когда ты можешь с большого экрана посмотреть, так сказать, на вот эти вот здания, которые ты в обычной жизни видишь. Но за что фильм можно поругать, за что хочется его поругать, так это за обильное количество продакт-плейсмента. Его не так много, как, конечно, в некоторых других фильмах, но он в глаза бросается, ты его замечаешь. И, знаете, вот там часто кадры начинаются с вывески какого-то известного ювелирного магазина, или в кадре мы четко видим в фокусе надпись какого-то известного банка. И многие могут сказать, что, ну, как, Вась, это сделано для реализма, так сказать, чтобы было как в жизни. Но, знаете, почему-то с некоторых бутылок этикеточки мы поотрывали, хотя ты по форме бутылки понимаешь все равно, что это за бренд. А некоторые мы, наоборот, так в кадр повернули, еще и показали, что, видите, видите, вот какой у нас бренд хороший. Ну, опять-таки, этого было не так много, чтобы прям вот разозлить тебя, но это было. Это в фильме все-таки было, и это, знаете, минус. Наверное, необходимо было все-таки пихать это большое количество рекламы, что же поделать. Но, в целом, впечатление от фильма, она мне не портила. Мне он понравился. Это хороший, простой, милый фильм, как раз под новогодние праздники. На фильм можно сходить в кино, если вы хотите посмотреть, так сказать, романтическую комедию, если хотите отдохнуть. Он простой, местами глуповатый, завязка, в принципе, сюжета такая, скажем, притянута немного за уши. Но, тем не менее, он делает свою работу, вы уходите с хорошим настроением. Поэтому можно посмотреть его в кино. Ну, вот мы переходим к фильму, который старался испортить мое настроение. Просто, я не знаю, испортить мою жизнь, заставить его ненавидеть, заставить меня плакать. Это «Одиннадцать детей из Моршина». Боже мой, боже, это просто какой-то кошмар. Это, я не знаю, монумент упущенным возможностям. Знаете, эта история, когда хотели снять, как у Гая Ричи и Тарантино, а получилась какая-то дичь. Наш ответ «Одиннадцати друзьям Оушина» не задался, потому что фильм какой-то нелогичный, глупый. Ты не понимаешь, что происходит, зачем это происходит, что в нем делают эти герои, зачем они в нем это что-то делают. Ты просто запутываешься буквально сначала, и ты не можешь уследить за всеми событиями. Хотя, по факту, сюжет не такой уже сложный. В общем, замес очень простой. Злая злодейка, которую зовут этим, знаете, таким коварным именем, Снежанна хочет заполучить себе ТРЦ. Для этого она подставляет главного героя фильма. Тот садится в тюрьму, вскоре из нее выбирается с планом мести. Но вот только дело в том, что мы абсолютно не понимаем, что это за план. В то время как у «Одиннадцати друзей Оушина» мы знали, чего хотят герои, кто эти герои. Они в процессе фильма как-то раскрывались. Здесь же нет, мы не знаем, чего в итоге хочет главный герой, что он хочет достичь. Он просто в начале фильма говорит «Начали». Что вы начали? Вот что вы начали? Неизвестно. Ты смотришь, а ты не понимаешь, что из того, что происходит в фильме, это план нашего главного героя. И поэтому ты просто в конце сидишь такой «Эээ, что?». Также в фильме, естественно, куча нелогичностей, сюжетных дыр, нелогичности из разряда. Как герой узнал, где находится злодей, как он туда добрался, почему охранник супермаркета, у него перед лицом воруют деньги, а он просто стоит и по рации ждет приказа, чтобы побежать. Хотя вроде бы это твоя прямая работа, ты просто стоишь же «Тут воруют?». Смотрите, бегут, воруют. Что мне делать начальство? Я вроде охранник этого магазина. Что мне делать? Прием, прием. Это не один раз, когда вот что-то происходит, и какой-то человек, герой, который мог повлиять на то, чтобы этого не случилось, он просто стоит и смотрит такой «Ой, воруют!», «Ой, убивают!». Ты понимаешь, что если бы они были, конечно же, немножечко порасторопнее, то и фильма бы не случилось, потому что своровали, идем в следующей сцене, где своровали. Без этого не своровали бы, и фильм бы закончился, все на вот этом вот моменте. Также сами персонажи, они из-за того, что все как-то монтаж рваный, рваное повествование, они не раскрываются абсолютно. Ты не знаешь про них ничего. Кто они, для чего они, какая у них мотивация, кроме главной злодейки, ты о них ничего не знаешь. Они просто какие-то оболочки, которым режиссер давал указания, и они вот вошли в кадр, сделали свое дело и сели на место. Вроде бы харизматичный Сергей Бабкин тоже, он там какой-то как полено. Все герои, они какие-то, знаете, им дали крутые голливудские образы, вроде как, на дик, собрание клише. И поэтому у нас начальник охраны супермаркета, это такой подтянутый Сергей Бабкин в таком красивом черном костюме, с двумя, у него две кабуры с пистолетами, на секундочку. И он еще и охранник главной злодейки, помимо того, что он охранник супермаркета. То есть, что моим любимым образом, любимым в кавычках, естественно, стал бандит. Он как бы не главный злодей, он как помощник злодея, или как второстепенный злодей. В общем, этот бандит, это собирательный образ всех злодеев из фильмов Гая Ричи и Тарантино. Но он настолько, он, знаете, мне показался какой-то бюджетной, неинтересной, скучной версией кирпича из большого куша. Он ничего не делает, он просто есть. Повтори, что ты сказал. Ты тоже не понимаешь, зачем он там, почему он вообще кого-то прессует, что он делает. В какой-то момент, знаете, в фильме сзади меня сидели люди, и молодой человек включил YouTube на телефоне. И я вроде бы хотел повернуться и сказать ему, мол, ну что ж, что вы делаете, перестаньте. А потом я понял, что мне все равно, пускай смотрит. Мне абсолютно все равно, что происходит на экране. Также хотелось бы отметить тупое, абсолютно ненужное камео Ольги Фреймут. Ее пихали в трейлеры, она была в титрах, и при этом она была в фильме ровно на 3 минуты. Зачем она там была, что она там делала. И по факту, если вы не знаете, кто такая Ольга Фреймут, то вы не поймете шуток. Хотя я знал, и я все равно не понял, мне было не смешно. Ну и главная глупость фильма, это то, что он называется «Одиннадцать детей из Моршина». Знаете, даже в описании говорится, что вот они соберутся, чтобы победить Снежанну, но в фильме они не собираются, они уже собраны. Они уже собраны, и мало того, что они не собираются ей помешать, они наоборот, мешают главному герою реализовать его план. После начала фильма они исчезают и становятся массовкой, поэтому почему «Одиннадцать детей из Моршина» тоже не ясно. Также фильм вроде комедия, но при этом она не смешная. Да, есть несколько интересных шуток, но они как бы теряются на фоне плохих. Там очень много юмора, который строится на смешных фамилиях. Добрый день, Снежанну Казина Кимна. Казима Ревна. Вот серьезно, где такое еще можно увидеть сейчас, когда, знаете, там какого-то персонажа зовут, например, Евгений Какашников. Ха-ха-ха-ха-ха, как смешной. Знаете, что самое глупое? То, что фильм как-то делает паузу в этот момент, держит кадр, чтобы, я не знаю, чтобы вставить закадровый смех, что ли, или чтобы, вот знаете, они считают, что это настолько хорошая шутка, что весь зал будет смеяться, и они вот пока будут смеяться, они пропустят следующую сцену, какой-то важный момент, какую-то важную информацию. В итоге могу сказать, что в кино, конечно же, на 11 детей из Моршина я идти не рекомендую. Он скучный, непонятный, не смешной. Мне он не зашел, но, опять-таки, это мое мнение. Если у вас есть другая точка зрения, если вы тоже смотрели фильм, он вам понравился, то напишите, почему я не прав и за что он вам понравился. Также, если вы и от его на нас смотрели, тоже делитесь своими впечатлениями в комментариях. А у меня на сегодня все. Ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на канал, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить другие наши видосы. Увидимся, пока!